И снова говорим вам доброе утро, как обещали, эксперт уже в студии. Готовим свои телефоны для того, чтобы дозваниваться, и традиционно в начале 9-го отвечаем на вопросы телезрителей. Тема этого дня будет крайне актуальна для молодых, особенно родителей. Лечение зубов у детей под наркозом. И сегодня в нашей студии эксперт, врач, анестезиолог, реаниматолог, Михаил Землянский. Доброе утро, рада вас приветствовать. Доброе утро, Михаил. Собственно, мы немножечко поговорим про медикаментозный, да что у нас сегодня с тобой? Это мы танцевали, да? Сложность, я вам помогу вам. Медицинский термин, я честно. Спасибо вам большое. Некоторые родители немножко побаиваются, наверное. Давайте мы им расскажем вообще, что это и зачем. Ну, на самом деле, существует много методик для того, чтобы сделать лечение в стоматологии комфортным и для маленьких, и для взрослых пациентов. И вот одна из методик – это лечение под наркозом или лечение во сне. Для того, чтобы сделать работу максимально качественно, для того, чтобы это было абсолютно без страха и без боли для наших маленьких пациентов, мы предлагаем просто им проспать все лечение. Проспать все лечение. Но, в принципе, сейчас уже ребенок, он не настолько боится. Уже же, я понимаю, технологии, они далеко вперед шагнули. Насколько часто приходится прибегать именно вот к такому методу? Вы знаете, практически каждый день мы используем лечение во сне, да, потому что все дети разные, все пациенты разные, к каждому нужен особенный подход. И мы стараемся максимально удовлетворить потребности и подойти индивидуально. Ну, вот нам подсказывают, что у нас уже есть звоночек. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Какое у вас вопрос, Анастасия? В городе Красноярска. Анастасия, ваш вопрос. Вот вообще почти все привыкли считать, что наркоз – это как-то вредно для организма. У меня у самой двое детей. Подскажите, вот действительно ли амикаментозный сон дает какие-то вообще осложнения? Вот такой вот, Михаил, вопрос. На самом деле он и простой, и сложный. Сразу скажу, что нет, это не опасно абсолютно, насколько может быть безопасна современная медицина и современная анестезиология. Мы заимствовали по максимуму западные технологии, самые современные. И во всяком случае, в нашей клинике, в Астрее, мы работаем только оригинальными препаратами. Это качественно, это безопасно. И риски чрезвычайно низкие. Если подойти к этому разумно, выполнять все рекомендации, обследоваться, то это абсолютно безопасно. Так, у нас, кажется, есть еще один звоночек, сейчас будем его принимать. Доброе утро. Откуда вы к нам дозвонились и как вас зовут? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Вячеслав, меня зовут. Очень приятно, ваш вопрос. Хотел бы узнать, а у вас только детская стоматология или можно к взрослому тоже обратиться? Нет, Вячеслав, без проблем. Мы будем рады видеть вас. Сейчас, если вы хотите лечиться или с использованием седации, или с использованием наркоза, или, как сейчас говорят, во сне, без проблем. Для взрослых у нас созданы все условия. И когда мы начинали работать, именно взрослых пациентов у нас было поначалу больше. Да, вы что? Да. Седация – это вот то же самое, да? Нет, есть седация – это одна методика. Есть общее обезболивание. Седация – это такое состояние, когда пациент оказывается в состоянии полного комфорта, но ему безразлично, ему не страшно. Он как бы… Да, да, да. Но в то же время он в сознании может контактировать с врачом, который проводит манипуляции. Есть у нас еще звоночек? Давайте. Извините. А доброе утро, как зовут вас и откуда вы к нам дозвонились? Доброе утро, Красноярск. Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Слушаем вас. У меня такой вопрос. Я слышала, что в стоматологии, если удалять зуб, то можно ставить имплантант. Да, совершенно верно, так делают. Умак такой бывает? Да, конечно. Есть определенный протокол. Нужно прийти, побеседовать с доктором-хирургом, провести ряд обследований, выполнить компьютерную томографию. Ну и в общем, врач-хирург-стоматолог даст вам подробные рекомендации. Ну, кстати, это тоже нередко делают под наркозом, если вы боитесь, без проблем. Да, да, да. То есть это... Слушайте, я не знаю, вы на самом деле так улыбаетесь, что очень сложно, мне кажется, прийти к вам и что-то бояться. Да, я вот тоже думаю. Потому что вы настолько располагаете, к себе уже даже... А нет, мы вам, наверное, не будем ставить вас. Сейчас все, это огласка пройдет. Хорошо, если поспим и вылечим. Ой, звоночки просто-таки склонно посыпались, нам подсказывают. Это прекрасно, что люди настолько начали активно обращать внимание на свои зубы. Доброе утро. Сейчас попробуем. Еще раз. Доброе утро. Как вас зовут? Надежда, меня зовут Бутин. Здравствуйте. Добрый, подскажите, у меня сахарный диабет. Вот мне можно вырвать зубы или там удалить старые, вот, которые у меня вставлены, и чтобы мне поставили пластанты? Хороший вопрос. Ну, вам нужно просто прежде всего обследоваться перед этим. Если у вас компенсированный сахарный диабет, и это один из обязательных моментов для того, чтобы все было безопасно для вас, и для того, чтобы вот эти имплантанты, скажем так, вам прослужили длительное время, просто вы должны консультироваться у доктора-эндокринолога, прийти подготовленной. И я думаю, совершенно без проблем. Сейчас эта процедура доступна всем. Друзья, напоминаем, что, да, если пациенты компенсированы и здоровы. Ага. Напоминаем, что мы ожидаем ваших звоночков по номеру прямого эфира 236 95 37, код города 391. Можете звонить эксперту, задавать свои вопросы. Я уверен, что ответ найдется. Мы пока... Еще один вопрос вот и я, можно, задам. Мы говорим в основном сегодня как раз вот про такое лечение во сне. А к такому вот медикаментозному сну надо как-то специально готовиться? Да, конечно, однозначно. И наши зрители уже задавали эти вопросы. Без подготовки безопасного лечения во сне не получится. Нужно обязательно сдать анализы. И если есть какие-то... Ну, если есть необходимость, нужно пройти консультации дополнительных специалистов. Чтобы человек был абсолютно здоровым или максимально компенсирован. Ну, вот как в случае, например, с сахарным диабетом. Если у пациента есть какая-то сопутствующая патология. Нужно просто его подготовить. На самом деле, возможности современной медицины чрезвычайно широки. И на сегодняшний день трудно мне представить ситуацию, чтобы мы не могли качественно сделать свою работу. Просто нужно подготовиться к этому. У нас есть еще один звоночек. Это прекрасно. Доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы к нам звоните? Наталья Красноярск. Здравствуйте, Наталья. Ага. Все вот рекламируют только хорошо, как прекрасно. Почему про цены никто не говорит? Потому что наших пенсий на вашу анестезию и вас с ней никак не хватит. Так что можно и зубов, наверное, не вставлять после вашей анестезии. Понятно. Наталья, спасибо за такой комментарий ваш. Михаил. Ну, что я хочу сказать. На самом деле, вы знаете, с чем сравнивать. Потому что есть такое понятие, как качество жизни. И тот комфорт, который можно получить от современных технологий. На самом деле, размеры пенсии определяем не мы. Но мы можем предложить вам сделать вашу жизнь гораздо лучше. И мне кажется, это стоит своих денег. И гораздо комфортнее. Опять же, лучше вылечить маленькую какую-то дырочку, используя анестезию, чем потом остаться и без зубов, и без счастья. А вот начали мы разговор с того, что для детей часто употребляют вот такую историю. А с какого и по какой возраст? Или там дальше ограничений нет? Вы знаете, на самом деле ограничений нет. Потому что, я еще раз скажу, что нужно подходить к каждому пациенту индивидуально. Чаще всего наши дети с года до пяти. С года уже? Да, да, да. По-моему, самому маленькому нашему пациенту было 9 месяцев. Только появились зубки. То есть настолько это безопасно. Да, это абсолютно безопасно. Мы подбираем именно те лекарства, которыми можно работать у детей. И лекарства, которые не имеют отдаленных побочных эффектов. Еще раз, мы обследуем пациентов очень тщательно перед наркозом. У нас невозможно попасть на лечение во сне без предварительного обследования. Лечением во сне занимается не один специалист. В этом участвует достаточно много людей. И доктор-стоматолог, и доктор-анестезиолог, и профильные специалисты разные. И педиатры смотрят, и лор-специалисты смотрят детей. Поэтому, понимаете, с маленьким ребенком очень сложно работать. У него нет концентрации внимания. Он не может длительное время находиться в стоматологическом кресле. И для того, чтобы сделать работу качественно, по-настоящему качественно, однозначно во всем мире используется эта методика. Это не наша российская выдумка. Мы, опять же, заимствовали ее с запада. Когда к нам приезжают, а у нас бывают гости и из США, и из Германии приезжают. У них нет вопросов, на самом деле, почему это нужно делать во сне. Потому что для них это абсолютно нормально. И единственное, что для них имеет значение, это цена. А при том же качестве у нас дешевле. У нас дешевле. И когда они возвращаются, они звонят или пишут нам в мессенджеры, сообщения пишут и говорят, неужели вам это сделали в России. Их врачи посмотрели и поражаются. Итак, друзья, на всем завершать будем нашу беседу. Напомним, что в следующий четверг будет возможность у вас еще раз также позвонить нашему человеку, компетентному специалисту в области стоматологии, дозвониться, задать свой вопрос, и мы, в свою очередь, дадим ответ. Ну, а я некоторым образом подытожу. Безопасно и безболезненно вылечить зубки своего малыша под наркозом вы сможете в Центре стоматологии Острея по адресам улица Ладокит-Хавели 71 и улица Молокова 1, корпус 4. Подробная информация по телефону 219-69-82. На ваши вопросы сегодня отвечал врач-анестезиолог-реаниматолог Центр стоматологии Острея Михаил Землянский. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Да, по всей видимости, скоро уже не мы к стоматологу не уходите, а стоматолог ночью будет приходить для того, чтобы... Возможно, но пока все делают люди здоровьем и доверяйтесь профессионалам. Большое спасибо. Спасибо большое, Михаил. До свидания. Пока побудьте еще с нами, хотим еще с вами сделать фотографии, автографии, все эти дела, ну, в общем, автографии сессии. А пока 18 число сегодня на календаре, и напоминаем, а может быть, кто-то еще и не знал, скажем о том, что День Жонглера отмечается, есть такой праздник в мире, и некоторые наши корреспонденты решили даже перепрофилироваться.